приветствую вас ребята на канале роли game онлайн с вами росси и это позабытая рубрика геймплей летсплей и сегодня мы с вами рассмотрим игру под названием игра вышла кстати совсем недавно 6 декабря этого года то есть 2022 и это стратегия в реальном времени если честно мне по обзорам и по геймплею немного я поиграл мне напомнила чем-то знаете смесь rom total war ну или вообще серии total war не обязательно рим примеру танк холл crusade то есть древние времена синие веков и точнее и тенге рима точнее не рима глобальной войны но единственное конечно что здесь как по мне пошло не так плане там тяжело то что если время мы точнее что товаре мы делаем паузу да то есть когда мы действуем делаем свое свой ход то ничем нам в этом не мешает а себя как становится на паузу мы можем спокойно заходить что-то строить что-то надета нанимать войска где то можем передвигать наши войска поэтому он здесь это все происходит в реальном времени то есть мы как бы занимаемся менеджментом непосредственно наших территорий и наших городов и при этом при всем игра не останавливаться на песен идет идет то есть ты вроде как бы делаешь одно действие за это время происходит кучу событие на те события нужно реагировать и так далее и так значит вот у нас есть возможность выбрать рану в этом сеттинге я имею ввиду временам значит есть у нас никея болгария венгрия киев владимир и владимир новгород ну то есть короче территории немножко разбита к примеру киевом кстати попробовал немножко поиграть выбрал киев я что-то совсем завтычил что у меня есть еще вот здесь территория и в общем не объявили войну привык к империал глори объявили войну она вообще происходит хрен знает где значит войско тоже нанимать можно грабить в общем давать разбираться давайте смотреть я думаю вам игра зайдет особенно если вы фанат тоже империал глори и вообще их статей в реальном времени ну как по мне единственное что не очень понравилось постоянно вот здесь ты происходит происходит по сход ты не успеваешь на них отвечать так значит есть настройки компании артовый привод значит 1224 год нашей эры можно 1110 вообще давайте а если мы так возьмем о смотрите тут киев большой ростов-суздальский то есть смотря в общем какой год взять и уже соответственно литва это уже польша в общем смотря когда мы стартуем такая политическая обстановочка и происходит у нас сербия он есть красота генуя неплохо так ладно значит давайте выберем то что нам предлагалось вначально тебе вообще маленькая босния тип не знакомы бы так выбрать и в принципе разница никакой потому что я не собираюсь не долго играть просто мы с вами немножко рассмотрим если кстати вам будет интересно прохождение данной игры да чтоб я это проходил мы с вами это проходили то пишите за это обязательно если вы еще кстати не подписались на канал обязательно это сделаете поставьте лайк дизлайк оставьте свой комментарий ну и конечно же подписывайтесь на patreon если вы хотите вообще вот про максимально поддержать и так ладно давайте начнем за кипр королевство кипра культура французская латинская религия католичество местки король лишь 1 забоевал остров кипр в 1900 1900 извиняюсь 1191 году во время третьего крестового похода вырвав его из рук исаака комнина энергичного местного правителя и самопрозглашенного императора византийской империи изначально английский король не собирался завоевой завоевывать остров он сделал это из-за личной обиды но в итоге контроль над кипром обеспечил жизненно важную стратегическую базу для наступательных действий крестового похода кроме того остров послужил средством для укрепления дипломатических отношений ричарда тот подарил остров изгнанному королю иерусалима ги-де-лузнияну который стал первым королем кипра так вы решили править кипроме компания хорошо значит религиозный статус осложненный королевство игрока теряется в этом частот с халифата я или атаки поле размер державы историзма королевство провинции королевства это выбор королевство кстати а если мы можем мы можем взять если провинцию к примеру то как она будет разделена увидите тут можно к примеру взять конкретно что-то под вот примеру там чисто житомир и чернигов полтаву или минск примеру может взять полотк конкретно какой-то город и провинцию печально катал давайте все таки все на кипре значит обычное обычное начать посмотрим что это есть хотя я уже смотрел на что вы посмотрели сейчас это очень такая прикольная игра кстати немножко тоже спасибо товарищу гоголю там плане что мне подсказал но google посмотрел была первая версия этой игры то есть это вторая часть первой версии этой игры вышла в 2004 году не играл в нее не знаю как и пропустил хотя прикольная тема я же говорю смесь смесь и еще раз смесь все отряды за исключением крестьян и ополчение набирают опыт сражениях становись при этом сильнее в общем как я понял поначалу здесь кажется все очень легко но тут микро менеджмент настолько все глубоко продумано проделано так добро пожаловать ваше величество приветствую вас и добро пожаловать в средневековый мир и я ваш покорный слуга и мой долг поведать вам обо всех сложностях управления державой отныне ваших руках ханство кумания со всеми пачок ума не хочу не кипр что включилась она сегодня победа добиться правоса над всеми понятно обучение я уже немножко знаю ребята уже немножко зная не будут значит что у нас есть под нашим контролем то есть опять же тактическая карта внизу значит здесь наши ресурсы нашего королевства здесь отношения к нам в нашем королевстве здесь соответственно мы можем члены семьи королевской с друзья и недруки война королевская библиотека обзор наших провинций мы можем не только наших а вообще посмотреть так что нас так перекинуло вот нашу манья значит что у нас есть у нас есть наверное считается к лишь я так по-французски черкассы не совсем по-французски ну ладно тут еще у нас есть изюм и белгород вроде не все и паркал и новый сарай блин у нас огромнейшая территория я опять бы эту хрень попал это очень плохо за всем не уследишь так немножко поговорим и были наземные купцы мы приняли купцов из алании окей из болгарии окей давайте начнем значит изюм это наша столица как я понимаю пропустить значит такой же смысл здесь мы можем ставить строение здесь мы можем делать расширение города то с дополнительные ячейки подстроения здесь мы нанимаем армию и у нас есть небольшой контингент который защищает город то есть как от все происходит открываем к миру строения ключи подсказки пока не нужны есть четыре типа военные городские религиозные и сверххозяйственные строины помимо этого есть еще дополнительные как я так понимаю как пакты которые повышают нам определенная к примеру коневодство по изюму от разведения дрессуров лошадей в основном для военных целей но также и на продажу то есть это то что дает нам определенные плюшки то есть там это или из производства золота или коммерцию наши повышают религию книги издает там провизию и так далее то есть каждое здание что-то делать данном случае для того чтобы нам начать рекрутировать кого-то помимо степных крестьян нам нужно возвести казарму стоит у нас еще 500 у нас деньги есть поэтому мы начинаем строить значит все так дальше и происходит все же идет своим чередом все работает видите то есть это в реальном времени она строится в реальном времени мы можем управлять нашими всеми остальными городами значит здесь у нас конная ферма в изюме которая нам дает 2 ну дает золото дает провизию и соответственно еще коммерция если наши вот эти конные фермы или к примеру деревню визюме грабят в этой области то соответственно и получать определенной плюшки это же самое что она производит наши деревни поэтому затем нужно обязательно смотреть в общем все тут могут передвигаться примеру это гуляет армия в этой армии а тут даже он битва близ рязани происходит значит здесь он боярин данила из рязани сражается против мятежника игоря вот такой тут замес идет мы конечно не можем в реальном времени посмотреть то есть прям на самом поле сражения но вот в таком варианте можно посмотреть также здесь есть тоже авто расчет битвы можно самому участвовали в битве надо захватывать лагеря которые разворачиваются и так далее прибыли новые купты и зарезали то есть пока там битва в близ рязани происходит там и купцов принимаем потому что война войну и торговля торговлей кек в общем у нас очень много всего очень много всего давайте в горде за каждую они указываетесь по строить вот и а и и Продолжение следует... 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 пока улучшить не можем потому что нам не хватает денег принцип такой же он тоже передвигается тоже может грабить то есть у него есть свое сколько помещается в него отрядов помимо этого есть припасы снабжения у армии когда находится на чужой территории они отнимаются более быстрее чем полный размер армии сколько он может быть также мы можем его обучить всяким фишкам от склонности маршала к примеру лидерство он будет моего духа не поддерживать склонности маршала потом к примеру может взять ему логистика пехотная тактика ну пока нельзя потому что не хватает книг будут книги мы его обучим книги у нас за плюс 5 и 3 добавляется вот рассказывать ребят пасу из не перерассказывать всем фанатам стратегии в реальном времени обязательно стоит попробовать фанатам серии total war фанатам средневековья обязательно обязательно попробуйте напишите свое мнение по этому поводу будете пробовать не будет скачали точнее купили скачали тем временем волжская булгария предлагает торговое соглашение виде насколько хороши ваши купцы мы хотим подписать торговое совершение будем торговать улучшилось мнение купечество купечество за нас мне это самое главное потому что за кого купечество тут и на коне ребятки спасибо за такой краткий обзор всем пока и до скорых встреч